Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! Operation Flashpoint Dragon Rising. Сиквел легендарного тактического шутера. В игре нам предстоит в составе американского спецназа бороться на стороне русских против Китая. Cities XL. У фанатов жанра, конечно, найдутся претензии, но для большинства геймеров эта игра лучший выбор в области градостроительных симуляторов. Перевозчик 2. Перезагрузка. Вторая часть аркадных автогонок на грузовиках. Нам предстоит поучаствовать в скоростных заездках по дорогам в США. Тропика 3. Продолжение одной из лучших экономических стратегий. В роли диктатора маленькой тропической державы вам предстоит привести свой народ к светлому будущему или вернуть население в громешный ад. Все еще строите домики и подбираете мебель для своих симсов? Ха! Пора выбираться из пригорода и заняться по-настоящему серьезным делом. Кресло мэра крупного мегаполиса ждет вас. Cities XL. Игра для тех, кто не боится трудностей и готов взять на себя управление многомиллионным городом. Три года назад студия с романтичным названием Монте-Кристо создала неожиданно приличный симулятор планового застройщика. Назвала его City Life и даже попыталась внести в отработанную схему кое-что новые социальные классы. По иронии судьбы в City Life все было хорошо, кроме этих самых социальных классов. Довести концепцию до ума французы решили в Cities XL. Идея социального неравенства по-прежнему задает тон всему проекту. Только вместо бинарного разделения на белые и синие воротнички все несколько усложнилось. Разработчики обратились прямо к Максу Веберу, немецкому социологу начала 20 века. Расслоение теперь зависит от трех базовых параметров – дохода, образования и возраста. Вот как выглядит зависимость от количества прожитых лет. Первое поколение горожан – младые и пышащие здоровьем люди, а это значит, что им нужны места для активного отдыха. Позже у них родятся дети, понадобится строить школы, потом они состарятся, будут необходимы парки и больницы. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,5 ГГц. Гигабайт оперативные и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске Cities XL займет 8 ГБ. Главная геймплейная фишка – запуск городов в онлайн. На целой планете градостроители со всех концов света будут соревноваться в своем мастерстве производить мегаполисы. По мнению разработчиков, благодаря мультиплееру Тайкуны ждет вторая жизнь. Прежде всего, города свежут торговые отношения. Одни станут что-то производить, другие – покупать. Произойдет глобальное разделение труда. Игроки даже смогут ходить друг к другу в гости и любоваться достопримечательностями от первого лица. Пятерка за геймплей. Внешность нового градостроительного симулятора завораживает. Ваш город одинаково прекрасен и с высоты птичьего полета, и при более близком рассмотрении. Вам будет приятно просто прогуляться по улицам и понаблюдать за жизнью горожан. Пятерка за внешний вид. Звук, напротив, вряд ли удивит опытных геймеров. Ваш город будет довольно однообразно. Слышны звуки сирен, работают заводы, ходят поезда. Но все это мы уже слышали в других подобных играх. Фонная музыка также не впечатляет. Четверка за звук. В итоге можно сказать, что Cities XL хороший градостроительный симулятор. Конечно, у фанатов этого жанра найдутся претензии и к реализации застройки, и к еще довольно сырому сетевому режиму. Но для большинства геймеров эта игра лучший выбор в области градостроительных симуляторов. Пять баллов получает сегодня Cities XL. Идея выложить свой город в интернет кажется более чем оправданной. Мастерить свой мегаполис всегда интереснее, когда знаешь, что на него смотрят другие люди. В мире многопользовательских игр назревают большие перемены. И мы поможем вам вникнуть во все тонкости нового градостроения. Наши ответы на ваши вопросы по игре в Cities XL. Вопрос. Как правильно осуществлять застройку моего города? Как-то очень долго все строится. Что я не так делаю? Отвечаем. Чтобы было проще строить районы под каждый социальный класс, придуман специальный инструмент. Mass Placement Tool. Благодаря ему можно задавать базовые параметры зданий и возводить целые кварталы парой кликов мыши. Если вы, например, решите построить богатый пригород, то потребуется поставить галочки напротив слов «дорогой», «маленький» и «дом», а затем выбрать место на карте. Вопрос. Как мне заработать больше денег? Не хватает уже даже на постройку самого дешевого жилья? Отвечаем. Главная статья доходов вашего мегаполиса – это торговля с другими городами. Наладить отношения и производство товаров нужно таким образом, чтобы сосед по-настоящему нуждался в вас. Ещё один способ заработать быстро и много – заранее подготовиться к уникальному событию. Это может быть, например, какой-нибудь праздник. Предугадав спрос на определённый товар, вы сможете наладить производство именно этой продукции. Не забывайте и о гостях города. Построив уникальные сооружения и памятники, вы привлечёте туристов и более богатых жителей. Когда права на проект Operation Flashpoint оказались у Codemasters, многие ортодоксально настроенные группы геймеров на каждом углу сети кричали о том, что сериал тем самым похоронен. Спешим вас успокоить. Operation Flashpoint в своей новой ипостаси чувствует себя лучше всех и ушёл далеко вперёд своего главного конкурента – Armed Assault. Несмотря на общие корни, Operation Flashpoint, Dragon Rising и Arma 2 – это абсолютно разные игры, в том числе и сюжетные. Чехии с богими отличались повышенным вниманием к русским, которые почти всегда играли у них роль плохих парней. Codemasters перевернуло всё с ног на голову и нашло для американских вояк новых врагов и новых друзей. Есть принадлежащий России остров Скира, богатый нефтью. Отобрать его пытается Китай, а на помощь России приходит корпус морской пехоты США, чьи части дислоцированы неподалёку. Ну а самым главным оружием в этой войне должна стать наша бравая четвёрка солдат. Для тех же, кто плохо учился в школе, в начальном ролике авторы делают экскурс в историю, из которого становится понятно, что корни конфликта на острове Скира тянутся аж со средних веков. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2,6 ГГц, 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопарите. На жёстком диске Operation Flashpoint Dragon Rising займёт 5 ГБ. Разработчики не стали делать из игры зубодробительный симулятор боевых действий. Перед нами в меру серьёзный и захватывающий военный боевик, который выполнен по всем канонам жанра. И если в Арман 2 мы просто винтик в сложном военном механизме, то здесь нам отводится роль самых главных героев пьесы. Компания линейна, но при этом очень насыщена действием. Мы постоянно оказываемся в самой гуче событий, попадаем по датам стрелы, выполняем особо важные задания, охотимся за китайским генералом и уничтожаем сверхсекретный вертолёт врага. К дизайну заданий претензий нет вообще. Всё сделано на предельно высоком уровне. Dragon Rising умеет держать напряжение. И поэтому наша оценка геймплея 5 баллов. Внешне Dragon Rising очень похожа на Арма 2. Но опять же, подходы всё-таки разные. Здесь разработчики из кожи вон лезут, чтобы показать нам игру во всей красе. Миссии богаты на спецэффекты, а маршрут выдвижения группы на очередное задание обязательно будет проложен так, чтобы мы смогли насладиться очередным шикарным пейзажем. Наша оценка графического оформления 5 баллов. К звуку также никаких нареканий. Харистоматийные военные марши в современной аранжировке. Клики рвущихся в бурь китайцев. Хладнокровные переговоры ваших подопечных и командования. Всего этого тут в избытке. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. И всё-таки это не тот операционный флэшпоинт, который когда-то сделала в агеме. Dragon Rising ближе к обычным военным боевикам. Зрелищным, полным адреналина, но не слишком навороченным. И в этом амплуа игра чувствует себя просто прекрасно. А у преданных фанатов классического Operation Flashpoint всё-таки есть Arma 2. Наша общая оценка Dragon Rising 5 баллов. Пожалуй, две главные вещи, на которые обращаешь внимание, поиграв в Dragon Rising. Это атмосферность и масштаб происходящего. О дотошности к деталям говорит история, рассказанная разработчиками на одной из выставок. В ней говорится о том, как специальная команда дизайнеров целый месяц вручную рассаживала деревья и кусты на площади в 200 квадратных километров. Святые люди! Первый вопрос. После пары-тройки часов игры стало слегка напрягать некую аркадность происходящего. Можно ли это как-то исправить? Усложнить, что ли? Отвечаем. Да, совсем недавно умельцы выпустили первую версию мода AI Hardcore. Данный мод включает в себя три режима поведения противников. В первых двух меняется точность и обнаружение противников. Третий же совсем хардкорный. При его включении вас, как и в армии, будут убивать с одной очереди. Слово говоря, изменения искусственного интеллекта касаются и ваших напарников. Чтобы из них не получились Рэмбо, поместь им слегка агрессивность. Иначе вам самому никого не оставят. Следующий вопрос. Можно ли в первой миссии вырезать деревню без арт-удара? Или он необходим? Отвечаем. Следующий вопрос. Что нужно делать в девятой миссии в самом конце? Отвечаем. После продолжительного боя с участием танков, вертолетов и артиллерии, вам нужно прошагать километра четыре, где вас закинут на гору. Оттуда откроется прекрасная панорама. Но не слишком увлекайтесь красотами природы. После того, как вы там дадите последний бой, вас заберет спасательный вертолет. Смотрите далее. Перевозчик 2. Перезагрузка. Вторая часть аркадных автогонок на грузовиках. Нам предстоит поучаствовать в скоростных заездах по дорогам в США. Тропика 3. Продолжение одной из лучших экономических стратегий. В роли диктатора маленькой тропической державы вам предстоит привести свой народ к светлому будущему или вернуть население в громешный ад. Это был анонс второй части. Увидимся сразу после рекламы. Стоп по моторам. Ну и замечательно. Чел, ты что там делаешь? Я работаю над своим интеллектуальным имиджем. Сделай паузу. Скушай твикс. Тракер 2. Вторая часть незамысловатого симулятора гонок на тяжелых грузовиках. В игре множество трасс, автомобилей и разнообразных режимов. Ответственная за проект компания Play Publishing. Поехали! Перевозчик 2. Перезагрузка. Позволит нам с вами сесть за руль мощного грузовика с сотнями лошадиных сил под капотом. И принять участие в конкурсах по скоростным трассам Америки. Концепция игры довольно проста. Главная идея состоит в том, чтобы первым добраться до конечной точки за минимальное время. И при этом уложиться в отведенные минуты и не превысить лимит. Игрок зарабатывает деньги, которые сможет позже потратить на тюнинг своих грузовиков. Или покупку новых автомобилей. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 МГц. 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 2 ГБ. Вторая часть этого сериала стала более динамичной по сравнению с первой. Перед началом гонки мы отправляемся в гараж. Здесь мы выбираем себе железного монстра. Смотрим награду за пройденный этап и модернизируем технику. После всех установок и подготовки автомобиля к старту отправляемся на трек. В игре нет возможности выехать с трассы или срезать путь по газону. Двигаться можно исключительно по бетонному коридору с небольшой возможностью выезда на обочину. Машина ведет себя на дороге очень примитивно. И особых трудностей с управлением возникнуть не должно. Все просто. Едем, собираем бонусы, объезжаем встречные автомобили и пытаемся обогнать грузовики противников. Тройка за геймплей. Графика в игре явно страдает. Разработчики создали более 60 трасс, которые выглядят очень бедненько. Сами грузовики, которых в игре всего 5, также страдают малой детальностью. Трафик на дороге можно сравнить разве что с первым не фоцпид. Скажем, вот этот пикапчик очень похож на тот, что мы видели в далеких 90-х в NFS. Что удивительно, в игре есть хоть и слабенькая, но система повреждений. Она, кстати, влияет на ход игры. Если вы ударились колесом, то вряд ли сможете прийти к финишу первым. А следующий этап начнете с этой же поломкой. Тройка за графическое оформление. Саундтреки в игре используются от различных композиторов и исполнителей. У создателей этого проекта не было одного музыканта, который написал бы полностью музыкальное сопровождение к игре. Преимущественно, игрок будет гонять под различные направления рока. Что же касается звуков мотора и общей звуковой атмосферы, то здесь все на среднем уровне. Тройка за звук. Перевозчик 2 перезагрузка – игра, которая, скорее всего, нацелена на совсем уж детскую аудиторию. Она очень проста в освоении, здесь нет никаких заумных фишек и каких-то сложных апгрейдов. Графика в игре также не способна удивить нас какими-нибудь красивыми спецэффектами или интересными находками. Все просто и понятно. Скорее всего, у разработчиков были связаны руки в плане бюджета, от чего этот проект и пострадал. Общая оценка игры – 3 балла. Да уж, Тракер 2 не блещет современной графикой и новомодными решениями в плане геймплея. Но если вы соскучились по ретро-играм, ее можно смело рекомендовать для ознакомления. В игре присутствует тюнинг, полиция на трассах и хоть какая, но система повреждений. Несмотря на свою простоту, вопросы по игре есть, и на некоторые из них мы ответим прямо сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос. Помогите. Никак не могу обогнать соперников. У них намного лучше машины, и поэтому соревноваться с ними на равных я не способен. Что делать? Отвечаем. Вам необходимо как можно меньше сталкиваться с другими машинами и выезжать на обочину. От этого вы теряете скорость. И, конечно же, не забывайте про бонусы, которые раскиданы по трассе. Следующий вопрос. Скажите, а как можно заработать побольше очков, чтобы в итоге потратить их на модернизацию грузовика? Отвечаем. Сталкивайте соперников с обочины, заставляйте их делать ошибки. Чем больше вы шкодите, тем больше очков получаете. Следующий вопрос. А какую трассу надо пройти, чтобы открыть самый мощный грузовик? Отвечаем. Вы можете проходить миссии в любом порядке. Чтобы открыть новый грузовик, вам необходимо скопить средств на его виртуальную покупку. Удачи! Тропико 3. Задуманная опровергнуть постулат об истории, которая, как известно, не знает сослагательного наклонения, с неподдельным человеколюбием позволяет смоделировать и коммунистический рай, и капиталистический ад. Игра соединяет воедино обе эти ипостаси, маневрируя между чисто игровым процессом и глубоким колоссовским осмыслением неизменности состоявшегося бытия. Даже землетрясения и ураганы подчиняются единой цели – осуществить неосуществимое, избавляя от тех деталей, которые мешают достижению цели. Наш протеже теперь обрел плоть и кровь. Диктатор маленькой республики расхаживает теперь по своим владениям, оказывая влияние на простых граждан. Скажем, появление его на стройке ускорит процесс строительства, а посещение пляжа приведет к наплыву туристов. Помимо этого, диктатор может завораживать своими речами народ, отдавать приказы на уничтожение целых семей и, конечно же, устраивать глобальные чистки рядов. Но увлекаться не стоит, так как супердержава США и СССР пристально следят за вашим правлением. Рекомендуемые системные требования – двуядерный процессор с частотой 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 5 ГБ на жестком диске. С самого начала следует отметить, что игровой процесс при всей его исторической точности и экономической грамотности доступен для понимания самому непосвященному. Увлекая видимой простотой на начальных уровнях и постепенно образовывая геймера, игра подводит к самой вершине финансовых премудростей, что позволяет ей претендовать на обучающие пособия в самых разных областях знаний. При всем при этом, Тропика 3 остается настолько увлекательной, что даже пройдя все миссии, вам наверняка захочется вернуться и повторить все. Вы удивитесь, найдя еще много нового, от чего не было замечено вами ранее. Одна только атмосфера игры позволяет поставить 5 баллов за геймплей. Графика, стилизованная под документальные фильмы 60-х годов, позволяет не просто окунуться в атмосферу тех лет, но и узнать много нового и необычного. От колоритной одежды персонажей и экзотического вида растений, до конструктивных особенностей строений. Помимо этого, в игре вы встретите мало кому известные промышленные сооружения, предметы обихода низших слоев населения, причудливые детали убранства храмов и мест развлечения политической элиты. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Звук в игре также вызывает только положительные эмоции. Это касается как работы актеров, так и музыкального сопровождения. Мы ставим 4 балла за звук, а вам предлагаем прослушать небольшой фрагмент из игры и самим оценить озвучку. Олицетворение президента не просто ходит и стреляет, но и на самом деле участвует во всех значимых процессах. Начинает победу на выборах и заканчивая участием в дворцовых переворотах. Помимо этого, президент не гнушается и совсем черной работой, будь то присутствие на фермах или строительству домов. В свободное же отдел время он праздно шатается по острову, по своей воле или же по вашей наводке. Наша общая оценка игры 5 баллов. Тропико 3 Это в первую очередь экономическая стратегия. А главная цель любой экономики, зарабатывание денег, в этой игре является не просто заманчивой, но и подчас почти неосуществимой задачей. Ввиду множества специфических особенностей. О них родимых нам больше всего вопросов и задают. А мы, как всегда, стараемся помочь вам. Первый вопрос. Не могу создать полноценную армию. Офицеры то куда-то бесследно пропадают, то устраивают военный переворот, то их убивают мятежники. Что делать? Отвечаем. Все верно. Не хватит никакой казны вновь и вновь заказывать специалистов из-за рубежа по все более дорогой цене. Выход очевиден. Солдат обучает средняя школа. Ее наличие обязательно в игре, чтобы восстанавливать состав армии после всех неурядиц. За подготовку же офицеров отвечает колледж. В обоих зданиях следует выбрать опцию военное обучение, которая позволит вам иметь полноценную армию и других квалифицированных специалистов. Следующий вопрос. Не могу установить завод по переработке нефти. Как это сделать? Отвечаем. Нефтеперерабатывающий завод, в отличие от всех остальных, которые располагаются на земле, требует наличия береговой линии. Следующий вопрос. Как устроить военный переворот? Отвечаем. Для этого нужно всего лишь снизить зарплату офицерам. Солдат не трогайте. Они перестреляют командный состав, и все вернется на круги своя. Есть и другой способ, более самоубийственный. Снизьте зарплату и офицерам, и солдатам. В таком случае переворот гарантированно будет удачным. Однако после эффектного зрелища разрушения президентского дворца, миссия тут же завершится. Внимание! Канал Муз-ТВ и проект ФАК объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы и талантливы, разбираетесь в индустрии компьютерных игр и стремитесь к успеху, а также учитесь в институте, присылайте свое резюме на наш электронный адрес. тема конкурс. Письма без фотографий рассматриваться не будут. Ну, на сегодня, думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс, это был ФАК. Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог и задавайте мне вопросы. Будем общаться. вап.муздефиз.тв.ру Я всегда в твоем мобильном. До скорого, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!